Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна и сегодня покажу вам свой заказ по каталогу Ariflame номер 6. Так как по пятому каталогу так уж исторически сложилось, я вам свой заказ не показывала. Парочку наименований из того заказа, которые кажутся мне наиболее интересными, я вам покажу в этом видео. Ну и если вам интересно посмотреть на ягодную коллекцию Love Nature, это у меня есть гель для душа, крем для тела, скраб для тела, ягодная маска для лица. В общем, если на это все вам интересно будет посмотреть, то пишите в комментариях, и я возможно сниму тогда отдельный ролик, посвященный ягодному настроению. Но, что касается прошлого заказа по пятому каталогу, он у меня был на 50 баллов, и действует акция. Если в пятом каталоге вы делали заказ на 50 баллов и более, в шестом каталоге вы сделали заказ на 50 баллов и более, то вы смогли приобрести себе вот такие вот солнцезащитные очки от Ariflame Exclusive. И я, наверное, сейчас совру, 200 или 300 рублей. Честно, вот не помню, вылетело из головы. В общем, я думаю, что эти очки вы будете смотреть бесконечно во всех роликах. Все, кому не лень, я думаю, эти очки к себе взяли, конечно же, за такие деньги. Но и я не исключение. Приходят очки вот в такой коробочке. И как вся продукция Ariflame Exclusive, я сейчас говорю про очки, вот в таком вот твердом футляре. Но, знаете, даже ради футляра можно купить эти очки, потому что вот такие футляры, они тоже не из бюджетных, если покупать их в салонах оптики. Вы открываете футляр, внутри лежат очки, я вам их покажу поближе. Сам футляр внутри черный, такой бархатный. И салфеточка. Салфеточка, брендированная логотипом Ariflame Exclusive Стокгольм. Очень удобная салфетка, брать ее с собой, протирать очки. Ну и давайте подробнее поговорим про сами очки. Естественно, я заказывала их не ради футляра. Очки, ну вот на первый взгляд, такие обычные кошачий глаз очки. Но присмотритесь, пожалуйста, внимательно. Линзы у этих очков занимают всю область у оправы. То есть, посмотрите, здесь вот это вот все линза. Хотя с обратной стороны мы видим такая, ну достаточно толстая, обыкновенная оправа. Но очень здорово эти очки смотрятся именно за счет того, что здесь крупные линзы. Линзы холодного оттенка, такого серо-синего. Сама оправа мне по цветовому раскладу очень нравится. Потому что здесь теплые коричнево-желтые оттенки, которые мне к моим глазам подходят идеально. И здесь такой сюрприз. Сами дужки очков оканчиваются вот такими вот железными вставками. Ну я не знаю, может быть это элемент декора. Может быть это для того, чтобы сюда можно было приделать цепочку и вот так вот вешать на грудь очки. Потому что все давным-давно знают, я думаю, что вот так очки носить это не модно, не актуально. И, как говорится, колхоз в плохом смысле слова. Не хочу никого обидеть, но это реально ужасно. Как говорят все ценители моды, историки моды. И вот все-все-все, в общем, кого я смотрю, все говорят, вот так вот не делать, не делать. В общем-то я так никогда и не делала. Ну так давайте посмотрим, а вы, кстати, скажите, вы носите вот так очки на голове. И знаете ли вы о том, что это вообще антитренд навсегда, просто-напросто. То есть вместо ободка мы очки не носим. Ну и давайте померим очки. Напишите, как вам очки. Мне они очень-очень нравятся. Мне нравится вот такая, тут немножко, да, свет отражается. Ну ладно. Мне нравится вот такая форма очков. Мне нравится форма кошачий глаз, потому что они вытягивают, да, мое лицо. У меня лицо достаточно крупное, лицо круглое. Они не мелкие, потому что мелкие очки я не ношу в принципе. Ну по сравнению с ними, да, согласно правилу соразмерности, мое лицо смотрится еще больше. Я люблю именно вытянутые очки такие, чтобы они вытягивали овал лица. Ну и очки достаточно крупные, но они не гигантские. Даже муж, вот он уж на что не любит у меня крупные очки. Он говорит, ну эти еще нормальные, эти еще не совсем большие. В общем-то, лаконичные, красивые очки, очень удобные. Я в них хожу уже с удовольствием. В общем-то, и платок на голову с очками с этими смотрится замечательно. Ну и просто, естественно, они тоже смотрятся очень хорошо. На мой взгляд, они достаточно легкие, такие весенне-летние, приятная расцветка, универсальные и к платью, и к джинсам, с кроссовками, и к какому-то деловому образу, и спортивному. Мне кажется, вообще, очень удачная находка. Поэтому, если вы в шестом каталоге еще будете делать заказ, и вы по какой-то причине не положили себе эти очки в корзину, то обязательно кладите, они того стоят. Ну, давайте покажу по пятому каталогу, что у меня есть в заказе, да, благодаря чему я набрала 50 баллов, благодаря вот этим вот двум товарам в том числе. Первое, что я хочу вам показать, это тинт для губ и щек. Ну, на самом деле, его можно наносить и на глаза, и на губы, и на щеки, и вообще, куда он только вздумается. 10 мл. У меня в оттенке ягодном 43508. Ну, что я могу сказать по поводу этого тинта? Если вы наносите его на губы, то у вас получается такой эффект зацелованных губ, и губы сухие, как пустыня Сахара. Если вы наносите этот тинт на щеки, то он достаточно стойкий, на весь день хватает его. Текстура здесь жидкая, она легко распределяется по коже. И цвет достаточно красивый такой, ягодный. Но имейте в виду, если вы наносите эту текстуру пальчиком, то потом у вас палец как будто, я не знаю, вы его на терке натерли. То есть, вот этот тинт, по крайней мере, у меня от пальца, вот я утром нанесла на губы этот продукт, и палец потом красный. Красный, потому что он не отмывается, этот тинт, он прям въедается. Ну, поэтому, не знаю, может быть, как база под прозрачный блеск, но тогда зачем он нужен? В общем, штучка может быть интересная, подскажите, как вы этими тинтами пользуетесь? Может быть, я, ну, я в принципе не совсем дружна со всякими там кремовыми текстурами, жидкими текстурами, мне удобнее сухими текстурами пользоваться. Напишите, как вы пользуетесь подобными продуктами, может быть, вы меня чему-то научите. Также я заказала себе, так, а где коробочка? Я ее, наверное, выбросила. Ну, ладно, это матовая помада с эффектом металлик. В прошлом каталоге она была по акции, но и она опять будет по акции, в следующих каталогах я видела, поэтому смело вам рассказываю. Это у меня вишневый цвет, артикул 37722. Знаете, я долго думала, какой же цвет мне выбрать. Я смотрела свотчи, я смотрела каталог, я смотрела разных блогеров, но, знаете, все-таки цветопередача разная, свет у всех разный, да, камера разная, да, и, господи, губы у всех оттенок разные, поэтому, ну, что уж тут говорить, да, у всех на губах смотрится по-разному. Мне этот оттенок очень понравился, на самом деле, да, это не такая спелая вишня, это скорее зреющая вишня, но на лето оттенок очень красивый. На самом деле матовый с таким металлическим эффектом смотрится здорово. Помада подсушивает губы, сразу скажу, но если вы наносите помаду на какую-нибудь базу или там праймер для губ, то вполне, вполне хорошо все это выглядит, вполне хорошо все это носится. Цвет красивый, еще раз повторюсь, но все матовые помады так или иначе подсушивают губы, мне кажется, от этого просто-напросто никуда не уйти. И, продолжая тему матовых помад, мы переходим с вами к заказу по шестому каталогу. В шестом каталоге по очень сладкой цене идут губные помады, наши новые матовые. Ультра липстик, да, color unlimited, простите за мой английский, зачем я это все читаю. В общем, вот в таких красивых упаковках они приходят, вы видите две губных помады у меня в руках. Одна это оттенок ультра нюд 41797, и вторая это винный оттенок, но как в каталоге он указан, это гранат 4188. Вот нюдовую помаду вы видите у меня сейчас на губах. Раньше из этой коллекции у меня была помада в оттенке taupe, это такой холодный сероватый оттенок. Этот нюд уже более теплый, как вы видите, с такой рыжинкой, это теплый оттенок, но знаете, тоже очень красивый. Если вы любите теплые нюдовые оттенки, то присмотритесь к этому. Мне очень нравится данная губная помада. Очень честно говоря, вот вы ее утром наносите и вам хватает ее на весь день. Она не скатывается, она никуда не пропадает с губ, она не очень пересушивает кожу ваших губ, и губы смотрятся достойно, красиво. Для повседневной носки, если вам на работе некогда поправлять макияж, или если вы отправляетесь куда-то там в долгую прогулку, я не знаю, то присмотритесь к этой губной помаде, она правда хорошая. Она вот стоящая, она так ложится, она так застывает на губах. Мне есть чем сравнивать. У меня куча этих помад, я не знаю, штук 100, наверное. И мне есть чем сравнивать, я взяла себе еще вот эту помаду, я думаю, когда летом подзагорю, будет вообще замечательно. Да, может быть, к холодным теням не очень она подходит сейчас, но мне хочется вам показать, как на губах смотрится она. У меня как бы был вариант или розовая вот эта вот, или нюдовая, поэтому я думаю, что розовая сюда была бы, ну прям слишком, слишком ярко. Да, также я заказала себе вот такой оттеночный гель для фиксации бровей. Вы видите, он у меня закрытый, но у меня есть открытый. Что я хочу сказать про этот гель? У него такая средняя фиксация, скорее даже, ну, не сильная фиксация, ближе к средней. Но мне он очень нравится. Знаете, фиксация подвижная. То есть, если вы, я не знаю, там полежали, поспали, то вот у меня рефлеймовский гель для бровей, он сильно фиксирует. И вот ты поспишь, я не знаю, где-то бровью там проедешься, да, у тебя бровь вот так потом застывает, и все, тебе надо ее заново вычесывать. Здесь нет, здесь такая подвижная фиксация. И мне очень нравится то, что здесь оттенок, ну, оттенок вот прям универсальный, универсальный. Посмотрите, очень универсальный оттенок. Мне кажется, он подойдет и блондинкам, и брюнеткам. То есть, он не окрашивает брови, он их так легко-легко тонирует, да. И мне нравится кисточка. Мне нравится кисточка. Вот такая длинная именно кисточка. Мне удобно такой кистью прокрашивать брови, да. То есть, я вот здесь взлохмачиваю бровь, да, а потом вот так раз и укладываю. Коротенькими щеточками мне это неудобно делать. А такой кистью, да. Да, мне прям очень нравится этот гель на самом деле. Поэтому вот этот у меня на подходе. Я взяла себе еще один. Это из линейки One Color. То есть, это бюджетная линейка, а гель, ну, прям реально стоящий. Мне он очень нравится. Так, дальше, что еще? Из новиночек. Так, естественно, не могли пройти мимо. Ну, как всегда, да, я вам показываю. Тут не только мой заказ, не только то, что я заказываю, да. Уж не буду говорить, кто там что у меня заказывал. Вот. Вот такие три бальзамчика для губ. Так, вставай красиво. С маслом мяты. Два не моих, один мой. Поэтому я его открою. Это наше стандартное увлажняющее универсальное средство, которое подходит, я читала, им мажут и там локти, колени. Я им губы мажу. Или какие-то участки. Ну, бывает, знаете, на руках, там, когда очень сильно сохнет кожа. Бывает, я читала, что мажу даже кончики волос вот этим средством. Напишите, что вы мажете на самом деле, мне реально интересно. Ох, вот это тут пахнет на самом деле сушеной мятой. Вот когда вы на огороде у себя нарываете мяту, засушиваете ее, а потом с ней пьете чай, то тут мята, душница, прекрасный аромат, такой ненавязчивый, летний. И вот я не знаю, будет ли прохлада на губах от этого бальзама, но я в последнее время поняла, что я вот прям в восторге от всяких мятных бальзамов для губы, поэтому я взяла себе в свою коллекцию, у меня много таких бочонок, бочонок, господи, у меня много таких бочонков, и вот этот будет достойнейшим членом моей коллекции, я буду им пользоваться летом, когда уже на улице потеплеет, и я добью свой мятный бальзам от фирмы Сделано Пчелой. Также в заказе, я вам покажу, но открывать не буду, это средство линейки ББО, так, что тут у нас, у нас здесь есть мультифункциональный бальзам, тогда я тебе аккуратненько открою, коробочку вам покажу, вот такой вот бальзам, 75 мл, но как я понимаю, это для детей маленьких, да, ну можно и детям по старшему, мультифункциональный бальзам, дальше это средство для купания, крем, крем, а нет, это у меня средство под подгузник, сейчас средство под подгузник, не знаю, когда у меня сын был маленький, мы всегда пользовались средством под подгузник, поэтому мне кажется, что это нужная вещь, если у вас малыш в доме, и вот такое вот средство для купания, 0+, для волос и для тела, вот такая удобная штучка с дозатором, так, 0+, 200 мл, ничем не пахнет, ну тут, понятное дело, нужно повернуть и нажать, чтобы что-то ощутить, хотя мне кажется, что эти средства, они все должны быть без аромата, потому что это детская линейка, ну смотрите, выглядит очень мило, мне кажется, на подарок, да, будет хорошо, особенно если собрать там всю линейку, ну даже вот там три средства, плюс какая-нибудь игрушка и пинеточки, да, чисто как, ну такой сувенир к рождению ребенка, мне кажется, это хорошо, тем более, что цена очень выгодная, три средства за 1035 рублей по цене каталога, ну и, естественно, плюс скидка консультанта, если вы зарегистрированы, а если вы не зарегистрированы, то почему вы не зарегистрированы, также в заказе вот такой вот спонж, эх, ну ладно, скажу, это моя сестра заказала, поэтому она не обидится, если я его немножко открою и вам покажу, вот, в пакетике приходит вот такой вот спонж, вообще в Арифлейм спонжики хорошие, вот, смотрите, тут даже есть инструкция о том, что спонж перед использованием надо намочить, а то, представляете, я читала комментарии там в какой-то из групп, в бьюти-групп, о том, что люди не знают о том, что надо мочить спонжики, нет, они как бы для того и созданы, чтобы их мочить, смотрите, удобная форма, здесь есть такой острый носик, да, ну, а-ля бьюти-блендер, где-нибудь крылья носа там маскировать, и есть вот такой скошенный носик, да, скошенная часть, уже более большие части лица, чтобы там разносить тональное средство, мне кажется, симпатичный спонжик, такого тоже красивого, летнего, мятного цвета, ну, и здорово, что он приходит в коробочке, в общем-то, в этой коробочке, если крышку отрезать, можно его и сушить, хотя я себе покупала специальную корзиночку для сушки спонжей в фикс прайс, поэтому вот я в корзинке от фикс прайс сушу, дальше, в шестом каталоге у нас идет акция на мыло Love Nature, я думала, там при покупке от двух и более штук, и для того, чтобы мне в этом каталоге 50 баллов сделать и взять очки, я, ну, вот у меня заказали два мыла, вот таких, это кокосовая вода и дыня, и мята, малина, ну, я думаю, это мыло уже пробовали все, просто кому не лень, прекрасное мыло, 75 граммов, я думаю, о, и себе закину одно мыльце, вот это мыло, оно гелевое, такое прозрачное, давайте я вам открою, покажу, вот, это мое мыльце, видите, оно прозрачное, очень приятно пахнет, ненавязчивый аромат, и кокосом, и дыней, здесь вот написано Love Nature, в общем, нет, надо брать именно четное количество кусочков, тогда срабатывает акция, если вы берете 3, 5 и так далее, то акция не срабатывает, в общем, грубо говоря, у меня одно мыло получилось, ну, так, как вот у клиентки два, по цене, поэтому, ну, в общем, следите за этим, я не проверила корзину, это моя вина, но, зато, я внимательно смотрела акции, которые даны на сайте, и приобрела себе вот такую давнюю хотелку, угадайте, угадайте, что это, это спонжи многоразовые, для устранения кожного сала, в течение дня, здесь у нас дана инструкция, вы видите, достал спонж, протер лицо, постирал спонж, высушил его, вот, в упаковочке, вот такой форме яйца, сзади этой упаковочки, есть вентиляция, чтобы спонжики могли сохнуть, Арифлейм здесь написано, мы открываем упаковку, здесь есть зеркало, обратите внимание, это очень удобно, и два вот таких вот спонжа, посмотрите, здесь, вот он, да, правда, прозрачная, вот это все вентиляция, и два спонжа, но по ощущениям, эти спонжи, кстати, вот они проложены вот такой калькой, но по ощущениям, эти спонжи, они, ну, не знаю, как спонжи, как спонжи, которыми мы наносим макияж, только вот такие вот тоненькие, ну-ка, ну, давайте посмотрим, да, ну-ка, вот я, вот так, если промокну, сейчас свое лицо, ну, кстати, тональное средство тут не остается практически, ну, ну, что тут у меня, наверное, нос больше всего, да, блестит, традиционно, наверное, нос, вот тут вот межбровка, ну, и что, я стала меньше сиять, скажите мне, немножко тон остается, вот, видите, ну, как, видно, что я не блещу, не знаю, честно, в общем, мне хотелось попробовать вот эти штуки, ну, надо, наверное, больше тестировать, и может быть, летом, в жару, ну, мне кажется, что вот салфетки многоразовые, такие, как калька, да, которыми промакиваешь лицо, это вот что-то сродни вот этим спонжем, эти спонжи у нас уже давно были в каталоге, напишите, пожалуйста, как вы ими пользуетесь, вообще, как вам впечатление, ну, нужная ли эта покупка, или можно без них, в общем-то, вполне себе обойтись. Ну, на этом у меня все, весь заказ я вам показала, ждите мой обзор по заказу каталог номер 7, там тоже уже я себе заказ написала, вот как бы в каждом каталоге, да, вот что-то есть, что тебе хочется, и ты не знаешь уже, как остановиться, и перестать тратить деньги, ну, тебе все надо, понимаете, вот я одна такая, что вот мне реально все надо, я в каждом каталоге, в Фаберлик уже с 2014 года, каждый каталог делаю заказ, Арифлейм, Эйвен, там через каталог, ну, а в основном-то, вот, столько акций, столько предложений, ну, как вообще пройти мимо, скажите, как вы с этим справляетесь, давайте откроем клуб анонимных шопоголиков, я предлагаю так, ну, в общем, на этом у меня все, до свидания, до новых встреч, я желаю, чтобы мы с вами не были шопоголиками, а покупали реально только то, что нам нужно, важно и полезно, вот, ну, на этом все, до свидания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok,